С вами снова летний эфир студии Власий Сергеев. На днях в Москве завершился международный турнир по кроссфиту Большой Кубок 2017, который собрал на одной спортивной площадке самых выносливых и универсальных спортсменов из разных уголков России и стран СНГ. Якутия была представлена на этих соревнованиях Игнатом Чемчоевым и его тренером Григорием Мочкиным. Вчера делегация из Якутии прилетела обратно на родину и сегодня они у нас в студии. Ну что ж, Игнат, Григорий, добрый день. Ну что ж, мы знаем то, что Большой Кубок является самым престижным и масштабным соревнованием по кроссфиту в пределах стран СНГ. Какие впечатления и эмоции они оставили? Ну, с Игнатом начнем. Ну, впечатления оставили самые лучшие. Дали мотивацию для дальнейших тренировок и развития в физическом плане и в моральном. А так, соревнования это самые крупные пока в России от компании «Рыбок». Ну, мы выступили три дня и показал, ну, не свой максимум, но то, что смог сделать, все сделал. Занял 28 место из 40 и тем самым попал в топ-30 в СНГ по кроссфиту. Ну, то есть, а могли бы лучше, как вы считаете сами, да? Да, ну, мог бы чуть-чуть добавить в некоторых комплексах. Ну, на ошибках учиться, сказать. Да. Дальше тренироваться, развиваться. Ну, впереди еще много стартов. Будем надеяться на то, что результаты значительно улучшатся. Григорий, как оцените выступление своего подопечного и что можете сказать по организации соревнований? Ну, организация соревнований прошла на очень высоком уровне. Так как мы тоже тут в Тикутии организуем соревнования, свои «Баттергеймс». Ну, я смотрел, как организовывают, нюансы. Все очень четко. И мы будем, ну, мотивировались. Тоже у себя будем проводить хорошие соревнования. И думаю, что этот большой кубок с каждым годом будет становиться все популярнее. Будет все больше зрителей и уровень атлетов будет возрастать. А по выступлению Игната хочется сказать, что он очень достойно, хорошо выступил. Ну, есть некоторые нюансы. Если бы не эти нюансы, могли бы вот даже в топ-10 пойти. Ну, как вы знаете, в кроссфите атлеты не знают, что их ждет. Мы комплексы узнаем сзади до соревнований, да? И поэтому от соревнований к соревнованию результаты могут различаться. Но мы показали хорошую борьбу, характер, настрой. И там ребята, зрители, комментаторы отмечали Игната, то, что он хорошо выступает и бьется до конца. Ну, то есть наши коллеги отметили выступление Игната. Очень здорово. Вот мы говорим про то, что программа становится известной только за день, да? Вот эта программа насколько подходила Игнату? Ну, на этих соревнованиях часть комплексов подходила, но часть комплексов немножко, ну, другие были. Ну, к которым мы не подготовились, можно сказать. И некоторых тренажеров, которые там присутствуют на соревнованиях, у нас, к сожалению, нету. Поэтому вот это немножко сказывается на выступлении. Но мы будем стремиться вот этот пробел устранять. И новые тренажеры будем уже закупать. Ну, как отметил сам Игнат, 28-е место из 40 профессионалов на столь престижном соревновании. Григорий, как вы думаете, вот успех вашего подобечного на столь масштабных соревнованиях, как скажется на дальнейшем развитии кроссфита у нас в республике? Ну, вот очень хорошо, что Игнат первым из Якутии выступает по кроссфиту и показывает очень хорошие результаты. Можно сказать, что Игнат единственный даже на Дальнем Востоке, который выступает на таком высоком уровне. И, например, за нас болел весь Дальний Восток, с других городов писали, вот, болеем за Игната. И в республике ребята, которые у нас тренируются тоже, все смотрят, мотивируются. Когда рядом такой атлет, уже за ним гонятся ребята молодые. И уже, ну, реальный пример видят. Поэтому, думаю, уже через пару лет нас уже будет много, будет команда из Якутии, и будем уже хорошо представлять нашу страну в республике. Ну, Игнат, получается, ты прорубил окно в мир профессионального кроссфита для наших спортсменов, вот, насколько волновался перед стартом? Волнения были, да, но это мой второй профессиональный турнир. Я получил путевку в первом турнире в мае на Idol True Down, в котором занял 12 место. И, ну, я уже в пятый раз выступаю по кроссфиту в Москве. И поэтому с каждым турниром уже волнения чуть-чуть меньше. Но этот турнир был самый масштабный и самый большой. Это ощущалось. И атлеты, которые были рядом со мной, с которыми я соревновался, я за ними наблюдал по интернету, по инстаграму, смотрел на них и мотивировался. И сейчас уже выступаю вместе с ними рядом и борюсь с ними. Это мотивирует. И было волнительно выступать. Но свой максимум не показал, так сказать, еще. Но я еще буду выступать и буду бороться на места. Ну, то есть буквально вчера вы равнялись на этих спортсменах, а вот на днях весь вбок оба с ними соревновались. Ну что ж, действительно, очень интересно. Григорий, давайте объясним нашим телезрителям, может быть, кто-то не знает, что такое кроссфит. Что же из себя представляет данный вид спорта? Кроссфит – это постоянно варьируемые функциональные тренировки, выполняемые с высокой интенсивностью. То есть из разных видов спорта взяли самая лучшая легкая атлетика, тяжелая атлетика, гимнастика. И вот из этих видов тренировки совмещают вот в одну тренировку. Кроссфит делают. То есть обычному человеку не нужна специализация, да? Это профессиональные спортсмены тренируют только бег определенной дистанции 100 метров. А обычному человеку для жизни необходимо все, да? Из всего самого лучшего берут и вот эти движения тренируют, то есть которые пригодятся для жизни, ну и для общего самочувствия. Вот мы заговорили как раз о том, из чего же состоит кроссфит, да? На прошедших соревнованиях вот большой кубок. Давайте пойдем по этапам. Игнат, что из себя представлял первый этап? Мы знаем то, что всего было 7 дисциплин, 7 комплексов. Первый этап, что из себя представлял, как с ним справились? Первый этап проходил в открытом бассейне Лужники. Бассейн 50 метров, 10 дорожек. И первый комплекс это не просто плавание, а начинаешь с маха в гирь, потом 50 метров плавания, потом делается 20 бёрпи, это упор лежа, встал и прыжок. Потом 50 метров, вот так 4 круга. Очень измеряющее испытание, видимо. А вот последующие этапы? Последующие. Потом, первый же день сразу после этого комплекса, был комплекс тяжелый. Там надо было сделать взятие штанги на грудь. 120 килограмм я взял. И присесть к ним, потом сделать толчок вверх. Ну, а какое испытание оказалось для вас самым сложным? Ну, я до этого занимался плаванием в университете, когда учился. Почти 5 лет плавал. И думал, что с плаванием будет все легко. Но особо не практиковал, потому что у нас в городе бассейн не работает летом. И приходилось плавать на озере, но это совсем другое. И думал, будет полегче, а там мне стало тяжело. Я не смог закрыть этот комплекс, но выложился на максимум. А так штанга пошла хорошо, и остальные комплексы тоже пошли получше. Ну, с каждым днем я улучшал свой. Получается, сначала первые дни чуть так себе выступал, потом по чуть-чуть. Ведь уже на последний день уже все лучше и лучше становилось. Показатели лучше становились. Ну, несмотря на все трудности, вы смогли зайти в топ-30 самых сильных кроссфитеров стран СНГ. Это очень хороший результат. Григорий, скажите, какими качествами должен обладать спортсмен для участия на столь масштабных соревнований по кроссфиту? Ну, прежде всего, хорошая психология нужна. Вот у Игната с этим все в порядке. Он всегда стабильно. Если даже проваливает комплекс, он не огорчается, да? Всегда улыбается, смеется. Ну, в хорошем настроении всегда выступает. Вот это очень важно для соревнований. Ну, и, конечно, силовые качества, техника и навыки должны быть очень на высоком уровне. То есть вот тяжелая атлетика, большие веса должны поднимать. Гимнастика должен на кольцах, выход силой на руках должен ходить. И функциональная подготовка, то есть не должен уставать, должен, ну, хорошо себя показывать. А вот бывает, когда вот у человека, ну, от природы, да, дается физическая мощь, дар такой. А может ли достичь вот человек без этого вот дара успехов в кроссфите? Ну, в кроссфите, кроссфит хорош тем, что у кроссфитеров средний уровень показателей, да? Не обязательно нужно быть самым сильным или самым быстрым. Достаточно, чтобы у тебя все показатели были на среднем уровне. Тогда ты можешь выступать по кроссфиту. То есть универсальным должен быть спортсмен. Ну, действительно, об этом и говорит, да, сама суть кроссфита. Игнат, а вот скажи про атмосферу вот большого кубка вообще. Какая атмосфера царила внутри вот спортивного комплекса? Атмосфера была, ну, шокирующая для меня, да. Я попал на арену. Это мегаспорт, это большой комплекс. Кругом люди, атлеты. Очень много атлетов было. В моем дивизионе 40 человек было. Там еще и были мастера, там и были командные. Поэтому атлетов очень много было. И столько же было много и организаторов, и волонтеров, и судьи. Отдельные судьи, волонтеры. Там пресса. Все было на высшем уровне. И атмосфера царила в мотивации, зашкаливает. Там, и со стороны организаторов было очень хорошо, что там спонсоры предоставили бесплатно массаж, массажные столы, массажеры, новые массажеры, электромассажеры. И, ну, удивило то, что дали подарки всем. Ну, всем атлетам, всем 208 человек дали комплект одежды, обувь. Три комплекта обуви, футболки, шорты. Вот порадовало вот это. Ну, в турнирах обычно давали только чисто футболки с именами, с мемерами. А тут и весь комплект одежды. Это очень удивило от рыбок, спонсора рыбы. И, ну, выступать с атлетами было очень мотивирующе. Для меня вообще выступать с такими именитыми атлетами, как Андрей Ганин, Федор Сирков. Это Андрей Ганин занял первое место. Вот эти атлеты мирового уровня, они уже выступают и на региональных соревнованиях по гросситам. Скоро и на мир выйдут. Попытаемся за ними гнаться. Ну, то есть были созданы все условия для максимально удобного участия, да? Отметим, давайте сейчас отметим самый яркий момент Большого Кубка. Ну, был комплекс один, помню, последний комплекс, да? Ходьба на руках. Предпоследний? Предпоследний, да. Там надо было сделать вначале 60 бросков митбола, 13 килограмм. Потом надо было сделать выпады с гантелями 32, и потом кольца. Потом все это, закончив, ходьба на руках. Я финишировал впритык с крышкой. Это было шокирующе для меня. Хорошо. Мы вернемся к этому моменту после небольшой рекламы и продолжим наш разговор о успешном выступлении Игната Чамчоева и Григория Мочкина на Большом Кубке по кроссфиту. Вернемся после небольшого перерыва. Летний эфир продолжается. Сегодня мы говорим о Игнате Чамчоеве и Григорие Мочкине, которые успешно выступили на самом престижном и масштабном соревновании по кроссфиту среди стран СНГ. Ну что ж, Григорий, мы знаем то, что на протяжении нескольких лет под вашим руководством данное движение, то есть кроссфит, активно развивается в нашей республике. Расскажите, что из себя представляет якутский кроссфит? Ну, якутский кроссфит развивается уже. Ну, три года я тренирую ребят. Мы тренируемся в Триумфе. У меня начиналось сначала, три человека тренировались. Ну, вот ребята, которые раньше спортом не занимались, у меня вот первый день пришли. Вот сейчас из этих ребят, вот Мариета Стыгина, может, знаете, уже сама тренер, показывает хорошие результаты. И сейчас у нас уже больше ста человек, которые постоянно занимаются. Там ребята из разных сфер, из разных видов спорта, из разных возрастных категорий. Даже ребята, которые раньше ничем не занимались. У нас тренируются мамочки там. Сейчас уже девушки подтягиваются, уже на хороший уровень выходят. А что касается спортсменов, ну, вот главный наш спортсмен – это Игнат, атлет элитного уровня России, который выступает в кроссфиту. И из других видов спорта, вот у меня активно занимаются Петры Старости, чемпионы Игоря Дегина. И в данное время я тренирую борца, чемпиона республики Ниргунт Сергей. Вот сейчас активно тренирую двоих. Ну, вот здорово. У вас занимаются известные ведущие спортсмены республики, обращаются к вам за помощью. Тут сразу вытекает вопрос. Методика, о методике. Как вы составляете программу тренировок? Методика тренировок «Кроссфит» публикуется на сайте crossfit.com, шаблонный. Каждый тренер сам уже под себя составляет, под своих учеников. И от наличия инвентаря составляет программу. Я учился у американцев, мне выдавали сертификат по кроссфиту. Там учат, как составлять методику. Ну и, соответственно, тренер самообразовывается. Читаю книжки, статьи. Когда ходим на соревнования, общаемся с тренерами, у них берем что-то интересное. Обмен опытом. Да, обмен опытом. И у себя из наших национальных видов спорта тоже что-то привносим. И таким образом у нас составляется уникальная своя программа тренировок. Ну, действительно, как даже организатор в «Кроссфит» всегда стремится, чтобы при любом удобном случае развиваться, сама развиваться. Игнат, а на последних соревнованиях что самое было для тебя тяжелое? Нет, был ли эпизод, когда ты готов был сдаться? В каждом моем уступлении, в каждом турнире бывают такие моменты в «Кроссфите». В соревновательном «Кроссфите» всегда надо проверка выносливости и силы. Поэтому в каждом турнире, в каждом комплексе наступает такой момент, что хочется сдаться. Но вот топовые атлеты все зашагивают через это и проходят. Вот эти атлеты и в топе. Вот в топ все, кто уступали в Большом Кубке, это все те люди, которые перешагивают через это. Когда уже не можешь, не можешь, выдыхаешься, уже сил нет, а надо сделать. Вот в этом суть «Кроссфита» заключается в том, чтобы развиваться. И каждый раз зашагиваешь, зашагиваешь, и становишься сильнее, и выносишь. Тем самым мне нравится «Кроссфит», что каждый раз новые ощущения, каждый раз проверяешь себя. И, например, в этом турнире я очень многое понял для себя. И надо свои ошибки, свои минусы в плюс превратить. И в следующем турнире выступить еще лучше. То есть укрепляет «Кроссфит» не только физически, но и в плане психологии. Игнат, мы знаем то, что перед отлетом в Москву на Большой Кубок ты принял участие в турнире по силовому экстриму, который проходил у нас в Якутске в рамках третьего по счету летнего фестиваля силовых видов спорта. Ты продемонстрировал там все свои лучшие качества и уверенно занял первое место в весовой категории до 90 килограммов. Расскажи про этот турнир. Какие впечатления о себе оставили эти выступления? Да. Я начал с силовых видов спорта. Пауэрлифтингом тоже занимался. Поэтому я каждый год пытаюсь выступать в этом фестивале. И в зимнем выступал, и в летнем уже который год выступаю. Но моя основная цель – это я всегда выступаю в становой тяге. Но с прошлого года я начал выступать в силовом экстриме. Это тоже похоже на корсфит, но чуть-чуть другое. Но мне нравится, я выступаю в становой тяге. Это мой лучший показатель в становой тяге. И каждый год, ну второй год я занимаю в становой тяге первое место. И нравится становая тяга. Ну становая тяга – это одно из упражнений троеборья пауэрлифтинга. Там и жим, приседания, и становая тяга. А силовой экстрим – это для забавы как выступает. Мне нравится. Получается, у вас не только для забавы. Получается, выигрываете очень легко. Хорошо. Главное событие в мире якутского кроссфита – это у нас, конечно же, ежегодные соревнования Батургеймс. Григорий, давайте вспомним, а из чего же все это начиналось. В прошлом году мы решили провести соревнования. Приобрели оборудование. И в апреле, на свой день рождения, я решил традиционно сделать соревнования для кроссфитеров, для всех. Как бы от себя лично организовываю соревнования. И в этом году мы второй раз провели. Очень на хорошем уровне. У нас была видеотрансляция от Айер-студия. Если сравнивать с Большим Кубком, то нашей организации ничем не уступает. Наша трансляция на уровне находится с российскими соревнованиями. Это очень приятно знать. А вот в начале нашей беседы мы упомянули о том, что участники не знают программу соревнований. Как у нас же на Батургеймс составляется программа? У нас тоже атлеты не знали, что будет, узнают за день или за неделю на некоторых соревнованиях. Потому что кроссфитер должен быть готов ко всему. Если ему прямо сейчас любое задание сказать, он должен уметь выполнять его. Поэтому соревнования – это тест физической подготовленности атлета. То есть атлет должен быть готов физически ко всему. А сколько сейчас вообще людей в республике систематически занимаются кроссфитом? По всей республике, если считать, человек 300-400 есть, наверное. У нас в зале больше 100 человек. Это учитывая и профессионалов, и любителей, да? Да, в основном любители профессионалов. Один Игнат только профессионал. Но есть ребята, которые любители выступают. А много ли людей, которые в ближайшем будущем могут пойти по стопам Игната? У нас много ребят, у которых потенциал есть. Но если они захотят соревноваться, то они могут к нам прийти в триумф. Мы их можем уже подготовить. После этих соревнований мы с Игнатом получили колоссальный опыт. Игнат в качестве атлета, я в качестве тренера. Уже наблюдение есть, уже есть знание, как подготовить атлета. Поэтому, думаю, скоро, через год, мы можем уже новых профессионалов возрастить. Дальнейшие планы, вот, успешное выступление на Большом Кубке. На каких соревнованиях мы в скором времени можем увидеть у вас? Ну, Игнат, у Игната еще много стартов. Ближайшие это в ноябре. Russia's Rowdown в Москве тоже. Это турнир, в котором Игнат принял первое участие в прошлом году, в октябре. И вот, его старт начался именно с этого турнира. И организаторы приглашают своих выпускников, как бы. С этого турнира они выпустили Игната в великую категорию. Вот сейчас важный старт будет в ноябре. Игнат, а в данный период твоей спортивной карьеры, да, какие цели дальнейшие ты ставишь перед собой? Наша главная задача попасть в региональные. Это уже американские соревнования проходят в Австралии. И пока самая главная цель. Но еще поуступать в России надо еще больше опыта набраться. Через вот эти региональные соревнования можно попасть на CrossFit Games. Это самые большие соревнования в мире. Да, в мире самые большие соревнования. Если там попасть в топ-3, то получаешь путевку на Games. Для каждого CrossFit-атлета это мечта. Это Олимпийские игры CrossFit. Ну, как бы сказать, да. Самый главный спортивный форум для CrossFit. А Григорий, вот, например, Игнат у нас уже большой спортсмен. А насколько трудно будет человеку без базы, который вообще не занимался никакими видами спорта, достичь хотя бы половины успеха, Игнат? Ну, половины успеха, ну, половины физической формы можно достичь, человек, который ни к чему не занимался, да. У нас много таких ребят ходит. И вот они за короткий промежуток времени уже учатся технике, выполняют тяжелые атлетики, гимнастики, уже выходы силы на кольцах. Бегают, полумарафоны бегают, участвуют в силовых соревнованиях. Ну, для себя, для обычного человека, у них очень хорошая физическая форма. ГТО могут на золото спокойно сдать. Ну, это люди, которые без базы. А вот чтобы достичь больших спортивных результатов, конечно же, нужна база. Хорошо. Вот, Григорий, вы ездили, будучи тренером, да, Игната, на эти соревнования. Вот, наверное, вы общались, безусловно, вы общались с организаторами, состоялся обмен опытом. А есть ли какие-нибудь идеи, планы, вот, чтобы, может, привести делегацию из других районов региона? Ну, вот, на соревнованиях я замотивировался, вот, захотел протестировать вот атлетов кроссфита, которые там выступают на наших национальных видах спорта, да, как бы. И у меня немножко такая идея амбициозная появилась. Сделать товарищескую встречу стенка на стенку кроссфитеров против атлетов Дыгына. Ну, это, если удастся реализовать, ну, через год, через два, если получится, то очень зрелищное будет. Потому что те атлеты тоже очень подготовленные. 400 метров спокойно смогут пробежать, камень спокойно могут протащить. А, ну, то есть по программе игр Дыгына, да, именно будет? Да. Если их научить в вертушке якутской, ну, за год могут там определенное количество сделать. И наших атлетов протестировать в кроссфит-комплексах. Потому что наши атлеты Дыгына тоже много тренируются со штангами, гимнастикой, у них в подготовке все присутствует. Поэтому это немножко похожие виды спорта, можно сказать. Общие, это есть, что это камба, общая есть. Ну, что ж, Григорий, Игнат, мы благодарим вас за то, что нашли время посетить наши студии и поделиться с нашими телезрителями о ваших успехах. Ну, что ж, дорогие друзья, на этом наш эфир подходит к концу. Смотрите летний эфир, будьте здоровы и продолжайте стремиться к успехам, так же, как и Игнат Чемчуев. До скорых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok